Обезумевший фашистский пулеметчик не сдавал свою огневую позицию уже больше часа. Для уставших советских солдат этот бой был не только утомительным, но и тяжелым психологически. Ведь только вчера пришла весть о победе. Казалось, войне конец, и больше никто не погибнет. Но после победы нашим солдатам пришлось еще избавлять Европу от фанатиков. Они ведь на своих плечах и вынесли эту войну. Младший сержант Анисихин, лейтенант Закотянский, капитан Ярошенков, рядовой Горбаченко. В этом списке еще около 100 тысяч человек, чьи жизни оборвались в боях после победы. Это несколько меняет представление о масштабах этой войны. Может быть, им просто повезло меньше, чем другим. Но так уж сложилась судьба. Вместе со всеми они вырвали у врага победу, но им еще предстояло закончить войну. Фраза «только бы не было бы войны» – это не пустой звук. Это не фигура речи. Это истинные, искренние желания людей, которые испытали все это на себе и, испытав это, дали возможность жить нам. Победа будет за нами! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Акт о капитуляции Германии был подписан в пригороде Берлина Карлсхорсте в ночь с 8 на 9 мая. Уже утром в Москве в честь победы был дан грандиозный салют. Обычно в кинохронике сразу за кадрами салюта победы следуют кадры с пребывающими эшелонами. Бойцов встречают жены, матери, дочери и сестры. Но жизнь не кино. И у нее своя драматургия. Не все победители сразу отправятся домой. А кто-то не вернется никогда, отдав жизнь за родину уже после победы. А вот когда страшно, больше хочется курить. Да я как-то не связываю. Когда хочу курить, курю, если что. А когда страшно, боюсь. Старший сержант Никулин узнал о победе, когда его часть находилась в Курлянде, располагавшейся на территории современной Латвии и части Литвы. Он воевал с первого дня войны. Признавался, что не был смельчаком, а то, что остался жив, так это просто повезло. Мой отец, как и многие другие фронтовики, они никогда это переди себя не ставили. Не ставили заслугу, то, что они защищали родину, вполне возможно, могли не вернуться оттуда. Это было в порядке вещей. Никто этим не гордился и не хвалился. Это не было принято среди настоящих фронтовиков. Собственно, и сегодня то же самое. Никулин рассказывал, что выпить за победу они не смогли. Ни водки, ни спирта в части не было. Тогда бойцы подожгли ветхий сарай и стали носиться вокруг него в бешеном хороводе радости. Ведь завтра можно было возвращаться домой. Но утром солдаты узнали, что домой отправятся не все. Самым молодым и здоровым предстояло воевать дальше. В счисле тех, кого уже завтра снова отправят на фронт, был и Никулин. Люди радуются. Победа. И вдруг направление на фронт. Какой фронт? Вообще, конечно, страшное чувство. Старший сержант Юрий Никулин вернется с фронта в 1946 году. Он не оставил ни устных, ни письменных свидетельств своего участия в боях после официальной победы. Родным он тоже ничего не рассказывал. Они лишь получили от него письмо, в котором Никулин сообщил, что ненадолго задерживается и чтобы за него не переживали. Для простых людей слово «победа» означало «конец войны». Но все было не так просто. После официального признания немцами и их союзниками своего поражения было полно тех, кто не собирался слагать оружие. Фанатично преданные Гитлеру солдаты и офицеры строили планы возмездия, и их приходилось вылавливать по всей Европе. С одиночками справиться было несложно. Однако разведка доносила, что за спиной у СССР обсуждаются новые союзы и коалиции. Ставка Верховного главкома из нескольких источников получила данные о планах Великобритании начать в июле-августе 1945 года войну против Советов. Для этого предполагалось использовать соединения вермахта, которые не сдались, а также формирование русской освободительной армии генерала Власова. Едва закончив одну войну, они готовы были развязать новую. Толстой говорил, война – это противоестественное состояние человека. Так вот, ты задаешь себе вопрос, прав был Толстой, или все-таки война – это такое проклятие, присущее нашему биологическому роду? Чтобы пресечь планы по возобновлению войны, Жуков при поддержке Сталина поставил задачу во что бы то ни стало до конца добить все нацистские вооруженные формирования. Кроме того, по взятому в Ялте обязательству, через 2-3 месяца после капитуляции Гитлера СССР должен был начать войну с Японией. Поэтому уже на следующий день после победы батальон, в котором служил Юрий Никулин, продолжил выбивать фашистов из Прибалтики. Эти тяжелые бои Красной Армии с группировкой вермахта в Курлянском котле официально завершились 15 мая. Но гибель некоторых солдат датирована даже второй половины июня 45-го. Всего же при ликвидации Курлянского котла погибло свыше 30 тысяч советских военнослужащих. Гитлеровские войска, гитлеровский флот, гитлеровская авиация, они имели довольно большой процент фанатиков, которые не верили ни в самоубийство Гитлера, ни в капитуляцию Германии. В принципе, ожидалось, что после капитуляции Германии эти группировки сразу сложат оружие. Но, тем не менее, они продолжали вести бои. Было очевидно, что такие масштабные действия должны были кем-то координироваться. Кто же руководил остатками немецких войск после официальной капитуляции? И какова была его цель? 30 апреля 1945 года в своем фюрер-бункере в Берлине застрелился Адольф Гитлер. На следующий день в небольшом городке Фленсбурге было образовано переходное правительство. Его возглавил Карл Денец, которого Гитлер указал в завещании, как своего преемника. В ночь с 1 на 2 мая Денец выступил с радиообращением к нации, в котором говорил о героической смерти Гитлера и о том, что война будет продолжаться во имя спасения Германии от разрушения наступающими большевиками. Фленсбургское правительство Денеца не признало правомощность акта капитуляции и приняло на себя управление недобитыми солдатами вермахта в Европе. Самая многочисленная группировка СС находилась в Чехословакии. Гибли и наши люди, и немцы, и чехи, которые могли бы остаться в живых, потому что, в принципе, война уже закончилась. В конце весны ожидавшие скорейшего возвращения победителей родственники стали получать похоронки. Датами гибели значились 10, 11, 14, 20 мая. Люди надеялись, что это бюрократические ошибки, ведь после объявления победы в сводках Совинформбюро о сражениях и потерях не сообщалось. Но это была горькая правда. Каждый день войны после заключения мира уносил новые и новые жизни. Вот если воевало 30 миллионов человек, это было 30 миллионов индивидуальных войн со своей памятью, со своими запахами, со своими страхами, со своими победами, маленькими, большими, над врагом, над собой. В 41-м, когда немцы напали на СССР, Зина Альтшулер училась на первом курсе медицинского института. С первых дней войны она устроилась в госпиталь с санитаркой. Скоро ее повысили до медсестры. Но она продолжала учиться, чтобы не только помогать докторам, но и самой лечить раненых. Моя мама пошла добровольно на фронт сначала медсестрой, а потом ей дали возможность доучиться в Ташкенте, в медицинском институте, и она вернулась на фронт уже врачом. Она мало рассказывала о своей жизни фронтовой, у нее есть боевые награды, и далее. В составе медицинских батальонов Зинаида служила до самой победы. После 9 мая, когда однополчане отправлялись домой, она продолжила службу. После того, как отгремели победные салюты, лейтенант медицинской службы Зинаида Альтшулер отправилась на Дальний Восток воевать с японцами. Наверное, это очень тяжело, когда вся страна празднует победу, а ты, вместо того, чтобы отправиться домой, отправляешься на фронт. Я не знаю, был ли выбор у моей мамы, но раз она отправилась на Дальний Восток, значит, она иначе не могла. После победы над японцами Зина оказалась в Калининграде, где познакомилась с кадровым офицером, награжденным медалью за победу над Германией, Михаилом Газмановым. Я вот сейчас, после того, как я начинаю отвечать на эти вопросы, вдруг вспоминаю, что я не могу ничего со своих слов рассказать о войне. Из их небольших повествований я понимал, что война для них – это кровь, это гибель друзей. И про это они не вспоминали. Военное образование Михаил Газманов получил уже после войны, а на фронт ушел рядовым в 17 лет. Участвовал во взятии Кёнигсберга. В этом городе, переименованном в Калининград, они с Зиной и поженились. Сплошные развалины. Мы пацанами раскапывали, иногда подрывались на всяких военных штуках, снарядах, минах. У отца в шкафу был такой здоровенный, трофейный, по-моему, немецкий нож или кортик. Я время от времени его доставал и бегал убивать крапиву. Она была для меня фашистским врагом и оккупантом. Я с ним очень сильно боролся. После военной мальчишки, дети, вернувшихся с фронтов родителей, еще долго после победы не знали других игр, кроме военных. В детстве мы постоянно играли в войну. И самое страшное было, если тебя назначали фашистом. Ну, кто-то же должен быть врагом. И мы, помню, кидали на пальцах, значит, на кого попадало. Один, значит, был герой в разведке, другой, значит, летчик, третий танкист. Но на кого-то попадало, что он фашист. И мы его гоняли с такой злобной ненавистью. Ловля Гитлера, это мне отец рассказывал, царство ему небесное. Ловили Гитлера, он говорит, еще, наверное, года, лет пять, по кустам. Потому что, ну, прошел слух, Гитлера не видел никто. Гитлера не нашли. И, значит, мы, мальчишки, он говорит, с палками, все, пойдем Гитлера ловить. Целое занятие было. И вот эта частушка замечательная родилась. Внимание, внимание, говорит Германия. Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом. Тем летом, когда победители продолжали воевать по всей Европе, а их семьи получали похоронки, в Берлине воцарился мир. Город стали восстанавливать после разрушительных боев. Союзники разделили Берлин на четыре сектора, за каждый из которых отвечали американцы, французы, англичане и русские. Главноначальствующим советской военной администрации в Германии и одновременно главнокомандующим группы советских оккупационных войск стал Георгий Жуков. Но за кадром этой парадной кинохроники Жуков все еще командовал военными действиями, ведь остатки немецких армий продолжали сопротивление. Позже военные историки предположат, что одной из причин такого упорства гитлеровцев был страх советского плена. Гебельсовская пропаганда пыталась запугать солдат, им внушали, немецким внушали, что если ты попадешь в русский плен, то тебя обязательно расстреляют тут же или в лучшем случае сошлют в Сибирь. В 1968 году вышел фильм немецкого кинорежиссера Конрада Вольфа «Мне было 19», в котором он рассказал реальную историю освобождения цитадели в Пандау под Берлином после самоубийства Гитлера. В этой крепости укрылся немецкий гарнизон и гражданское население. Если бы мы начали штурм, то в ходе штурма погибло бы... Мы, конечно, взяли бы эту крим, мы брали и более сильные гребли. Погибли бы многие гражданские, старики, женщины, дети. Прототипом героя, которого в фильме сыграл Василий Ливанов, был Владимир Гал, капитан-переводчик. Он стал одним из парламентеров, который пошел в цитадель на переговоры с нацистами. По международным конвенциям парламентеры должны быть неприкосновенные. Но эсэцев уже были случаи, например, под Будапештом, когда мы посылали парламентеров и эсэцев расстреливали их. Напряжение это было настолько большим, что достаточно было бы искры, чтобы произошел взрыв. Что я имею в виду? Достаточно было бы, что какой-нибудь эсэцевский фанатик вдруг бы истерически закричал «А, дизер, русский швайн, а эти русские свиньи, они нам еще и угрожают», и они бы нас бы, это было как взрывы, они бы нас бы растерзали. У меня была задача показать разные состояния его, так сказать, души, разные его настроения. Мне хотелось очень это донести, и, по-моему, это, в общем, получилось. Мы пошли к балконной двери и буквально физически чувствовали на своей спине ненавистные взгляды эсэцев. Они буквально так, нас буквально уничтожали своими взглядами. В результате напряженных переговоров немецкий гарнизон сдался в плен. Крепость была освобождена. Целая лавина хлынула через ворота из цитадели домой. Ко мне подошла молодая женщина с ребенком на руках, и она обратилась к нам и говорит, «Мы знаем, что вы оба не побоялись подняться к нашим офицерам, смогли, рискуя жизнью, вы смогли уговорить их капитулировать, и вы спасли эти жизни и им, и их, и солдатам, нашим мужьям и отцам, и нам, и нашим детям». Она показала на ребенка, заплакала и сказала, «Спасибо вам, большое спасибо». Всего по документам до 17 мая 1945 года в результате сражений и по акту о капитуляции Красная Армия пленила около полутора миллиона солдат и офицеров и 101 генерала вермахта. В их числе 200 тысяч бойцов армии Власова и казачьих частей Кубани и Дона, воевавших на стороне Гитлера. Тех, кто сдаваться отказывался, уничтожали беспощадно. В Чехословакии бои продолжались до 14 мая. До 16 мая шли бои за освобождение польских городов Гдыни и Данцига. 4 тысячи эсэсовцев сражались на датском острове Борнхольм до 19 мая. До 20 мая не смолкали выстрелы на голландском острове Тексел. И, наконец, 23 мая 1945 года фленсбургское правительство Карла Денница было арестовано в полном составе. А в июле в Германии державы-победительницы создали контрольный совет, орган верховной власти в оккупированной Германии. Представителя от Советского Союза назначил лично Сталин. Так маршал Жуков получил еще одну ответственную должность в своей военной и политической карьере. Рядовой 210-го полка 82-й стрелковой дивизии Иван Бывших тоже был назначен на руководящую должность. Ответственность у него была не маршальской, но для 20-летнего солдата впечатляющей. Его отправили налаживать мирную жизнь после победы в небольшое село в Тюрингии. Иван стал самым молодым комендантом. Я пошел к бюргермайстеру и доложил, что так и так я новый комендант. А мне 20 лет. Представляете, еще мне? После победы Иван написал заявление с просьбой отправить его на Дальний Восток воевать с японцами. Но знания немецкого языка и навыки службы в разведке оказались важнее здесь, в тылу побежденного врага. В города и села по всей Германии возвращались немцы, выпущенные из плена. Многие были такими же молодыми людьми, как и сам Иван. С местным населением проблем не возникало. А вот со служивцами, проходившими мимо порученного Ивану села, то и дело приходилось воевать. Наши солдаты любили воровать. У них у всех в этом селе были коровы. Коровы подоят, и утром они выставляют в бидон. Едет хозяин, забирает и в соседнее село везет, где молочная фабрика. А потом обратно везет, а там в каждом бидоне или творог, или масло, или еще что-то. А солдаты все это делают. Я их гонял сильно. Ныркова, опять ножа ешь. Сколько можно говорить? Этикету не знаю. Ох ты, у меня дождется, придет тебя демобилизовать. Они, эти молодые ребята, пацаны практически, они ведь на своих плечах и вынесли эту войну. В основном они. Об атмосфере и настроении тех первых послевоенных дней в Европе рассказал в своем фильме «Был месяц май» режиссер Марлен Хуцеев. Затишье вот послевоенное, когда это громадина, этот кошмар, этот кровавый ужас кончился и тишина. И вот в этой тишине эти ребята, они оглушенные войной, они приходят в себя. Сам Хуцеев не воевал. Его не призвали по состоянию здоровья. На одну из ролей он пригласил своего товарища Петра Тодоровского, который участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина. Закончил войну лейтенантом на Эльбе. Был ранен, контужен. В этих сценах Петр Тодоровский снимался в своей военной форме и со своими наградами. Вот он единственный был участник войны. Он хорошо знал военную эту историю. Он центром был. Для нас Тодоровский, конечно, в кадре был центром для всех. Мы ориентировались на него. Вот они простые русские мужики, белорусские, татарские, еврейские, киргизские, украинские. Они простые. Но это для меня, вот это сверхлюди, выдержавшие, вынесшие на своих плечах, я не знаю, смог бы вот я выдержать это. В то время психологическое напряжение тоже выдерживали не все. Тех, кто получив приказ воевать после победы, пытался бежать, судили по законам военного времени. Война это вещь, которая ломает людей. Она ломает здоровье, безусловно, но главное, что ломает псих. Дед рассказывал, что многие ломались люди. Были случаи дезертирства, были соответствующие приказы, чтобы применять меры. То есть там долго они разбирались, дезертируя расстрел. Это осталось на память мне подарено. бойцы, с которыми он служил, подарили ему этот сувенир, портсигар. Дед Александр Шемионко, генерал-майор Иосиф Шемионко, День Победы тоже встретил в Прибалтике. Но в отличие от рядового состава, старшие офицеры понимали заранее, что это еще не конец. Свою военную карьеру Шемионко начал в 1927 году в Туркестане. Участвовал в разгроме последней банды Ибрагим Бека на территории СССР. На фронтах Второй мировой войны был ранен семь раз. Прошел путь от политрука эскадрона до члена военного совета армии. Фильм с Воровой соединить или чтобы Воров женился на Любушке где-то получится мой дед. Родину защищать. Есть такая профессия взводная. В мае 45-го Иосиф Шимеонко получил предписание отправиться на Дальний Восток, чтобы продолжить службу в составе 2-го Дальневосточного фронта. Тогда он еще не предполагал, что через три с половиной месяца станет важной фигурой в короткой войне с японцами и лично с советской стороны подпишет документ о капитуляции противника. Летом 1945-го года на Дальний Восток перебрасывали освободившиеся на Западе войска для войны с Японией. Общая численность трех фронтов готовых к наступлению в августе составила полтора миллиона человек. Фронт был доукомплектован прибывающими частями из Западных фронтов, то есть когда уже Берлин был взят. Писатель Андрей Геласимов рассказал о тех годах в романе «Степные боги». Он не только изучал документы и свидетельства участников событий. Все детство Андрей провел среди тех, кто был частью этой истории, как на фронте, так и в тылу. Мой дед Геласимов Антон Афанасьевич воевал в составе Забайкальского фронта против Квантунской армии японской. И я, собственно, в детстве рос под очень много этих рассказов. До 45-го года советский Дальний Восток готовился не к нападению, а отражению. Города превращались в укрепления, на случай оккупации создавались партизанские отряды. Каждый знал, что делать и как себя вести, если союзники немцев, японцы, перейдут в наступление. Миллионная Квантунская армия, она все время угрожала Советскому Союзу с Востока. И Гитлер все время требовал от Микадо, чтобы японцы перешли в наступление. Конечно, когда вы 4 года ждете наступления японцев, вы понимаете, что вот эта зона оккупации станет мгновенной, вплоть до Байкала. И когда вы все это время ждете, вот как мы сейчас в карантине находимся, и они тоже находятся, их отделяет только тоненькая линия Забайкальского фронта. Местные жители привыкли к расставаниям и отвыкли от встреч. К 42-му году с Дальнего Востока было призвано 92% молодежи 18-20 лет. Всего же за годы войны в Хабаровском крае и Приморье было мобилизовано 517 тысяч человек. Поэтому, когда начали пребывать эшелоны с солдатами, города и поселки стали оживать. Ощущение радости было очень сильное. То есть, вот пришла сила, мы не одни, нам больше нечего бояться. Мужчин же нет, вот уже 4 года нет мужиков в этих деревнях, в этих бывших казацких станицах забайкальских. А тут вдруг эшелонами пошли молодые, красивые парни с иконостасом медалей и орденов, которым всего-то там по 25-27 лет, но которые взяли Берлин. В остальном же их жизнь после 9 мая не изменилась. Стратегически важные порты принимали грузы от союзников по Ленд-Лизу. Бойцы готовили технику к наступлению на японцев. Бабушка рассказывала, что они голодали, всю войну, снабжение было не очень хорошее, а когда готовилась военная операция против Кантунской армии, пошли очень такие крупные поставки были банки тушенки с красными буквами, красная этикетка, красная буква, американская тушенка. Неожиданно, прочищая пушки в одной из партий американских танков, солдаты услышали звон стекла и характерный запах. Оказалось, что перед отправкой с завода в качестве сюрприза американские рабочие в каждый ствол положили по бутылке первоклассного виски. И они прикинули, что это в каждом стволе, да? И он, значит, поднимает руку и кричит «Отставить чистить стволы!» К началу августа все было готово для наступления. Оставалось ждать приказ. На рассвете 9 августа 1945 года штабной радист Виктор Мисоедов получил радиограмму о начале наступления. А Морженку я до сих пор знаю. Ти-та-ти-та-ти-та-та-та, та-ти-та-та-та-та. Это мой пожилой яйцо. Мисоедов тотчас передал приказ в расположение войск, и операция началась. Передовые разведывательные отряды трех советских фронтов начали наступление. Одновременно авиация нанесла массированные удары по военным объектам, по районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям противника в пограничной зоне. Тихоокеанский флот перерезал коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией и нанес удары по японским военно-морским базам в Северной Корее. Такую устроили японцам, что вот где они были вдоль границы, все побили. Мы когда туда приехали, там же ничего не было. ни жилья, ни служебных помещений, все было разбито. Солдаты советской армии с тяжелыми орудиями преодолели безводные степи, пустыню Гоби и горные хинганские хребты. Когда они преодолевали вот этот перевал хинганский, там довольно крутые склоны, а пушка огромная, вот их в расчете было 12 человек, все могли усесться на ствол. Значит, такой огромный длинный ствол. И она бьет далеко, за нескольких десятков километров. Никакие лошади, никакие автомобили не тащат, как обычно, эту гаубицу. Эти 12 мальчишек эту махину затаскивали в гору сами, руками. И вот он, значит, говорит, мы вот так метров, ну, 5-7 ее проволочем, причем эти 5-7 метров даются, скажем, час, чтобы ее вот, чтобы она назад, да, не скатилась. Представляете, если ее не удержать, она рухнет просто назад. Многотонная махина. Генерала привезли по два, по три вагона добра, а он привез вот этих два буванчика, шахматы резные и два хавата. Генерал-майор Шемионко был на передовой вместе со своими подчиненными солдатами. Дед был комиссаром. Он говорит, ты знаешь, что я, как политработник, имел самое главное привилегию. Перед атакой первым вылезти из окопа на брусвер, вытащить пистолет и сказать, товарищи, солдаты, за Родину, в атаку, за мной. И сделать первый шаг, самый первый шаг. Бои были страшные, японцы очень сильно сопротивлялись, сопротивление было сильнее, чем у них. 14 августа император Хирохито объявил о капитуляции Японии. Но многие части повиноваться отказались, и в тот же день начался новый мощный штурм. Японские военные отличались жестокостью и фанатизмом. Кодекс Бусидо требовал от самурая беспрекословного подчинения командиру, презрения к смерти и самопожертвования. Эти черты прививались со школы, где мальчикам внушалось, что японцы божественная нация, а остальные недочеловеки, к которым можно относиться как к скоту. Печально известный секретный японский отряд 731 проводил биологические эксперименты над военнопленными и диссидентами. Привязывали людей к столбам и испытывали на них огнеметы, засекали по времени, сколько человек живет под огнеметом, сколько нужно пуль, чтобы раздробить голову. Офицеры тренировались своими катанами, могут они с одного удара срубить голову или нет. То есть в тех японцах совершенно отсутствовало европейское чувство сострадания. Оно просто отсутствовало. Почетной в японской армии считалась служба в отрядах смертников. Самым страшным словом у советских бойцов было камикадзе. Радист мясоедов с позывным «Яйцо» однажды чуть не стал жертвой одного из них, когда с командиром объезжал расположение советских войск. вот этот камикадзе заскочил к нам под машину и закричал «Бонзай!» и у него порвался шнурок от гранаты. Горе камикадзе вытащили из машины и сбросили с холма. Он взорвался где-то в середине, и мы как были на краю, нас в противоположную стену бросил их всех. С 16 августа первые японцы стали сдаваться в плен. Причем не поодиночке, а целыми дивизиями. Радист мясоедов с командиром нарвались во время объезда на огромный отряд японских солдат, которые шли сдаваться в плен. Ну, наш полковник, он мерекал по-японски. Договорился с ними, они складывают оружие. Вот такая гора. Полковник поехал дальше, а 300 обезоруженных японцев поручил своему радисту. Вот где я перепугался, это там. Японцы, они бормочут по-своему. Все, главное, ни один никто по-русски не бормочет. Они сами построились. Я отошел метров 50, наверное, от них. ППШ у меня на ремне. И повел я их. Всего в советском плену оказалось по официальным данным 1 миллион 70 тысяч человек. Они были дисциплинированы, хорошо работали и неплохо уживались с коренным населением. Уже после войны на глазах местных жителей и пленных японцев разыгралась драма. В ледоход на отколовшейся льдине оказался мальчик, спасти которого, казалось, было невозможно. Бабушка рассказывала, что на берегу в этот момент работали военнопленные японские под охраной солдат. Ну, все закричали, значит, надо что-то делать. Мальчишки тут бегают, кричат. А он уплывает на этой льдине. Ну, понятно, что погибнет, потому что льды крошатся. Если ты даже в воду упадешь, тебя раздавят этими огромными кусками льда. И вдруг один из этих военнопленных бросился в воду, доплыл до этой льдины, стащил пацана и каким-то чудом, минуя вот эти сталкивающиеся куски льда, вытащил его на берег. 17 августа в 5 часов утра в штабе 74-й отдельной танковой дивизии командующий войсками армии Терехин вручил парламентеру от Квантунской армии письменное требование о прекращении боевых действий японских войск. Рядом с подписью командующего под этим документом поставил свою подпись и член военного совета армии генерал-майор Шимеонко. Дедовские погоны. Много лет спустя своему внуку он рассказывал об этом как о самом главном событии в своей жизни. Он говорит, моя самая большая награда, которой я горжусь, это то, что там стоит моя подпись. Вот этот документ мне дурак больше остальных всех наград. 2 сентября 1945 года в 9 часов 2 минуты по токийскому времени на борту американского линкора Миссури в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции. Для СССР, который вместе с другими союзниками принял капитуляцию Японии, этот документ стал актом выполнения соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части возвращения под его суверенитет Южного Сахалина и Курильских островов. А для всего мира этот документ означал завершение Второй мировой войны. Передали последнее. Яйцо пляши. А когда я стал расшифровывать мне это дело, оказывается, закончилась война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok